всем привет также как когда-то я не выдержал со страйдером smf также и сейчас не могу удержаться чтобы не показать вам один нож который пришел ко мне совсем недавно из китая вот в такой коробочке он приходит страйдер снг с ганнер гриппом от мастера плагиатора можно называть его как угодно по имени кевин джон и это вот очередное изделие от этого человека от которого я получаю ну какие-то самые приятные ощущения после того как беру его в руку по-настоящему в плане какой-то тактильности и чувства этого ножа это на сто процентов совпадает с оригинальным страйдером точно так же как это было с тем smf правда тогда я просто даже не мог в это поверить сейчас я уже был в принципе к этому морально готов но тем не менее это было для меня определенным сюрпризом я расскажу почему немножко позже сейчас я хочу сказать о том что со времени съемок того коротенького видео со страйдером smf когда я выражал свой такой очень бурный восторг по поводу того ножа единственное что я хочу сказать это то что мое восприятие вот этих вот подделок с того времени она изменилась в том плане что сейчас уже я абсолютно не считаю их производство каким-либо ударом по бизнесу мега страйдера сейчас я уже понял что покупка оригинального страйдера это определенный этап определенная веха в развитии нажимания и поэтому если человек созреет до покупки страйдера то он его купит а человек купивший только лишь эту подделку и каким-то образом говорящий что мне не нужен страйдер то есть он он просто не понимает о чем он говорит вот эти ножи и поэтому и я могу позволить себе их купить потому что я покупаю страйдеры по их нормальной цене покупаю кастомные страйдеры и мне нет с этим проблем поэтому я считаю что вправе купить и этот нож потому что это своеобразная дань уважение тому великому мастеру который его создал и вот еще несколько слов о том почему этот нож вот так сильно меня обрадовал это по той причине что несколько месяцев до этого вышел еще вот такой вот нож страйдер снг тоже с ганнер гриппом но от другой китайской конторы которые также делают подделки контора это называется wild boar то есть дикий кабан вепр что-то в этом роде так вот когда я взял в руки этот нож мне просто стало смешно с виду он напоминает ганнер грипп скажем так на видео это слабо нера можно передать а когда берешь его в руки ты ну абсолютно понимаешь что это какая-то подделка на страйдер точно то же что было с первыми чиндерами и чебензами например абсолютно те же ощущения поэтому я увидел насколько китайцы далеки от оригинала и ну довольно таки расстроился и положил этот нож на полочку а когда я достал вот этот нож то я оценил те старания с которыми они копировали оригинал вот этот вот клац фрейма когда он заходит на пятку все здесь совпадает единственное что здесь есть некоторые отличия по материалам например в каких-то маленьких моментах то есть они до сих пор штампуют вот это вот клеймо пола босса ставят здесь с 35 вен я сомневаюсь что это с 35 вен в любом случае до сих пор но тем не менее то как этот нож подогнан как он работает как он сидит в руке это просто класс ребята дали свое уважение мику страйдеру и так вот лично я это воспринимаю и лично я это вижу я уже наверное неделю ношу с собой этот нож сумки на кармане у меня сейчас бенчмен дрифт который проходит свой курс молодого бойца я к нему присматривался этот у меня в сумке я постоянно им как бы кручу его в руках получаю свои впечатления и вот мне он очень нравится ну это такие первые впечатления я обязательно сделаю полное видео об этом ноже также сравню там с вот с вот этим вот ножом чтобы все понимали о чем речь и покажу также оригинальный страйдер в том видео ну мне хочется сделать такое вот видео по этим ножам я считаю что здесь есть о чем поговорить всего надеюсь вам было интересно спасибо за просмотр пока бай-бай